здравствуйте друзья спрашивают вот есть курсы английского языка в российской федерации общего назначения а есть вот предлагаются курсы тоже английского языка но специализированы там скажем бизнес айти то есть для работы в какой-то области и человек который как бы ниже среднего то есть там не бог весть как у него с английским в целом он говорит так мне чего дальше продолжать брать курсы английского в целом или мне правильнее брать курс в какой-то узкой области языка профессиональной области языка и вот нет не дожидаясь пока в целом язык подрастет тут есть на самом деле при всей очевидности да вот как бы ответа а нас учили что очевидно это то что легко доказать вот когда математику изучал давайте мы попробуем это сделать я хочу сказать при при всей очевидности тут много не очевидного я поставлю вопрос значит что получает если мы смотрим на язык понятно почему есть курсы общего плана и есть курсы специализированы потому что есть грамматика есть там построение там чего-то еще одна фонетика там еще что то что всегда присутствует независимо от того на какую тему вы беседуете вот вы можете говорить там про нефтяные скважины можете говорить про допустим пойти или там про торговлю бытовыми электроприборами все равно это будет английский язык а вот что тоже делает это все английским языком независимо от темы вот это изучается в общем таком курсе но дальше начинается уточнение потому что вот если вы начнете говорить например знаете а пример пред такой у нас многие люди которые в соединенных штатах живут в какой-то момент они идут и получают лайсенс например на real estate на недвижимость или на страхование вот я получал и ты как как новый язык изучаешь потому что вроде слова все знакомые а смысл совершенно другой и вне и в real estate и страхование эти просто другой язык я однажды купил журнал назывался car and driver да ну как бы вот как аналог советского за рулем и невозможно читать вообще то есть там идет какой-то такой шоферской сленг ну то есть понятно в общем то но я даже не знаю ни одного человека в моей жизни кто бы вот на таком языке разговаривал поэтому значит в каждой области есть как что-то свое своя специфика я помню был смешной какой-то фильм комедийный и там два афроамериканцы разговаривали друг с другом и шли субтитры потому что понять что они говорят было невозможно это как бы для американцев субтитры значит вопрос чем конечно если вы хотите в какой-то области значит вести разговор профессиональный конечно надо понимать язык этой профессиональной области что тут что тут говорить но есть два момента здесь то есть момент первый состоит в том что даже если вы говорите о нефтяных скважинах или там я не знаю недвижимости все равно это английский язык то есть если вы будете изучать язык вообще начнете изучать язык с профессиональной области вы все равно будете изучать общий язык тоже и это то как изучают язык люди в эмиграции не не те кто на курсы ходят а те кто приехал и надо работать надо жить надо как-то самообеспечиваться лучше функционировать в обществе поэтому потихонечку научается он потихонечку научается это делать в ресторане он потихонечку научается это делать там в отделении связи если там не дай бог туда пешком надо прийти вот или там ну где еще в магазине и там у врача в общественном транспорте и соответственно профессионально тоже на улице вот он столкнулся на работе он потихонечку набирается лексики всякой он может набраться этой лексики гораздо больше профессиональной чем например в общечеловеческом значении если он услышит это где-то в общечеловеческом месте он может не понять даже что там происходит потому что для него смысл этого узкопрофессиональный но ничего страшного но это то как мы здесь учим язык если приезжаем без языка и у нас нет времени ходить там на курсы там вот так и учим то есть вы можете с первого дня пойти на курс узкопрофессиональный и если вас возьмут и как бы дадут вам возможность такую будете изучать сразу и то и другое ничего страшного то есть как капельки воды там весь океан представлен вот так и так и в профессиональной лексике весь весь язык представлен тоже это раз значит что еще язык как ничто и другое сильно завязан в изучении на того кто ведет занятия кто ведет занятия там есть два компонента важных значит первое кто сделал курс по которому он ведет да то есть вот например может быть есть книжка какая-то или там учебное пособие не на методическое пособие ну что то то есть кто-то создал например он создал вот этот набор вот этой лексики которая подлежит изучение он создал а те ситуации которые разбираются в курсе да вот там разговоры диалоги и так далее то есть мог быть хороший методист который построил этот курс а дальше есть еще педагог который с вами работает и который значит соответственно реализует этот курс вот от этого все зависит поэтому вам могу сказать это курс по там не на бизнесу вот как вести бизнес на английском языке и вот там мария ванна ведет какой-то курс и дальше от мария ванна очень много зависит может быть такая мария ванна что же никакой методический таскет набор не спасет этот курс да и были просто потратите время зазря мой как бы внутренний опыт такой я не могу обобщать но как бы мое понимание этого состоит в том что педагоги там скажем английского языка вот речь российской федерации допустим пусть будет российская федерация очень много распальцованных совершенно людей очень много начинаешь ним говорить боже такие понты что прямо же я не знаю там чего и и если этот человек ну бизнес может быть еще куда не шло но если это скажем айти если это там нефтяные скважины там как и нефтедобыча переработка если это какая-то не за mechanical engineering ну что то такое реально связано с терминологией с каким-то там контекстом и так далее они не в состоянии этого дела то есть я я бы не пошел за такой курс просто я бы взял например литературу специальную вот по теме читал бы ее выписывал бы слова разучивал осмотрел бы видео там на том же ютюбе по теме смотрел бы как люди говорят вот так бы занимался потому что мари ванна которая закончила ильяс и которая никогда не работала допустим в этой индустрии если она была там синхронным переводчиком я не знаю там на переговоры 20 лет даже 10 в нефтяной компании там вела переговоры на эту тему и так далее переводил конечно она может очень много чего знать даже даже не будучи чисто инженерным человеком но она может как бы нахвататься мы все здоровы нахвататься если нас поставить в ту или иную ситуацию но если человек этот не был в той или иной ситуации то он не сможет какие бы понты из него там не перли понимаете и ну ну что же что чтобы делать то есть мы люди взрослые должны соображать что творим поэтому я вам приведу ситуацию нас я рассказывал наверно раньше вел вез я из аэропорта девочка на то что приехала двадцать пять двадцать шесть лет из я извиняюсь горький и вот раньше за у меня вылетело слово новое из города горького в прошлом и вот значит закончил институт по международным отношениям там местный университет я и говорю так ты чего говорю думала что ты вот сейчас закончишь там университет и чё тебя в посольство российской федерации куда-нибудь пошлют или как консулат какой-нибудь она говорит ну конечно нам же говорили что мы учимся по программе мгимо этим и вот это вот ну патентованная как бы позиция я откуда родители смотрели вот я думаю ладно ребенок там не понимает но родители по программе мгимо нижний новгород я я извиняюсь вылетел не то чтобы я совсем темный и вот значит вы можете вот так вам скажут с теми же понтами вам скажут вы чего у нас тут по программе там туда-сюда у нас марь васильна она там тут и там у надо то есть ну что если вам просто английский выучить и вам интересно было по бизнесу там и как то быть не имели ввиду это реально использовать а так просто вот может быть чуть-чуть какой-то аромат такой добавить потому что вы делаете конечно не вопрос тем более слепарь васильев симпатично и так в общем так одевается красиво глаза большие можно и качать нет господи а если уже так по делу то конечно сложно и я хочу сказать что я сталкивался в соединенных штатах с тремя четырьмя ведущими ведущими в том смысле что их все знают вот они у них публикация они там на слуху на виду они повсеместно нашими соотечественными которые обучают английскому языку и там начинающих и для более продвинутых я хочу сказать вот насколько в людях понтов нет вообще 0 0 поэтому если видите понты не не ходите к ним человек который реально чего-то стоит и как бы добился от жизни у него нет понтов понты это защита внешняя от несостоятельности такой вот поэтому видишь с понтами не связывайся ему не не нужно тебя научить ему плевать как ты научишься ему ему важно сам утвердиться за твой счет поэтому ищите нормальных людей и у них надо учиться я бы так сказал как человек который уж не помню сколько лет на 40 с лишним занимается преподаванием и имеет формальное образование там и педагогическое и так далее публикации все дела поэтому жизненный опыт первую очередь поэтому мое наблюдение вот такое счастливо